Итоги недели подведем сегодня вместе в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! На этой неделе набирала обороты тема комфорта общественного транспорта краевой столицы. И это после того, как на минувшей перевозчики вновь заговорили о повышении стоимости проезда. В мэрии даже решили запустить опрос среди гаража. Анонимный. Среди параметров, которые должны оценить барнаульцы в анкете – скорость движения, температура в салоне, стоимость проезда и безопасность. Тем временем общественники тоже не дремлют и провели на неделе рейд, в ходе которого выяснили, что многие автобусы просто не выходят на рейс. Так что барнаульский общественный транспорт впору помещают в Красную книгу. В чем причина и как решать вопрос с маршрутами, не доводя город до транспортного коллапса? Разбиралась Ирина Корчагина. Не так давно вышла статистика, согласно которой в среднем житель России тратит 6 часов в неделю на общественный транспорт. Наверняка то же самое касается и барнаульцев, особенно которые живут в отдаленных районах. Но сегодня мы хотим задаться вопросом, а сколько пассажиры тратят своего времени на остановках в ожидании автобуса, который не торопится к ним ехать? Потому что общественный транспорт в городе вымер более чем наполовину. В этом уверены активисты организации «Гражданский патруль» и «Транспорт Барнаул». Общественники провели свой рейд и выявили, на этих маршрутах картина особо печальная. Где-то вместо 16 автобусов ходит один. Где-то поломки, износ, не хватает водителей. Где-то вместо больших автобусов на рейс выходит транспорт малой вместимости. Один из наших участников решил выйти в Ленинском районе города Барнула и подоблюдать за движением автобусов 137, 138, 149 маршрута. За полтора часа он не увидел ни одного автобуса из этих маршрутов, кроме двух автобусов. Один буксировал, другой сломавшийся автобус. То есть маршруты сходят с линии. Вот, например, у меня 24 автобус. Очень редко стал ходить. Я не знаю почему. Раньше хорошо можно было уехать. Что больше всего раздражает в транспорте общественном в нашем Барнауле? В основном, как что транспорта мало, людей там много, толкучка. Я сама работала в этой сфере, в 2000-х, и было очень плохо. Было очень холодно, было очень грязно, грязно в том плане, что все было сгнившее. Потом был какой-то период, когда парк маленько поменяли. Стало лучше. Ну а сейчас опять идет все к тому, что все смашивается. Надо менять. Менять, ну на что? Общественники уверены, без господдержки барнаульскому транспорту не выжить. Необходимо участие в госпрограммах по обновлению транспорта. Ведь списанные московские трамваи, как и очередное повышение цен на проезд, проблему не решит. И перевозчикам, по мнению активистов, пора бы уже перестать прикрываться нехваткой средств. В прошлом году у нас были такие битвы за конкурс, за место, работать на маршруте. Судились в арбитражном суде и тому подобное. Но если это не выгодно, любой предприниматель просто уйдет и не будет выходить на маршрут. Общественники, которые затеяли рейд, обратились в прокуратуру Барнаула и Роспотребнадзор с просьбой провести проверку. Ведь впереди зима, а значит пробки, поломки и не исключено обморожение на остановках. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов, День с толком. Заболевших коронавирусом в стране стало больше. Ряд регионов вводит дополнительные ограничения. К примеру, чтобы посетить массовые места, жители Ульяновской, Самарской, Пензенской и еще ряда регионов, нужно показывать QR-коды. В Удмуртии пошли еще дальше, запретили работу фудкортов. Растет ли заболеваемость в Алтайском крае и удалось ли выполнить до конца сентября планы по вакцинации? Вопросы мы адресовали местному Роспотребнадзору. Начиная с сентября отмечается уже рост снова заболеваемости, так скажем, очередная волна заболеваемости, рост заболеваемости ковидом на территории Алтайского края. Наслоился с сентября, как обычно, ежегодный сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Что, скажем, осложнило эпидситуацию именно тоже по коронавирусной инфекции. Как и в целом по стране циркулирует штамм Дельта. На сегодня вакцинировано около 690 тысяч человек, что тоже отмечается низкий темп иммунизации. То есть в день прививается в районе двух тысяч, что крайне недостаточно для создания того коллективного иммунитета. Необходимо снова соблюдать те меры, которые мы должны были соблюдать. Все население немножко расслабилось. Естественно, сейчас на это больше внимания нужно уделять. Носить маски, как это ни странно, и в транспорте, и вообще есть на местах торговых центрах. Соблюдать дистанцию социальную и поменьше стараться посещать места массового скопления людей. То есть понятно, что сейчас возобновляются все у нас массовые мероприятия, концерты, но каждый должен для себя выбрать, что важнее. Кстати, в связи с разгаром сезона вирусных заболеваний в Барнауле решили усилить контроль за соблюдением масочного режима. В торговых развлекательных центрах и транспорте оказалось, что каждый второй пассажир в городе маску не надевает. Вы гражданин без маски ездите в автобусе. Почему вы ее не одеваете? Забыли. Забыли? Ну знаете, что есть требования. Пассажирам, в том числе, приезжающим в общественном транспорте. Забыл, не успел, сейчас надену стандартные отговорки пассажиров барнаульского транспорта. Санитарные требования соблюдают далеко не все. В масках лишь сознательная половина граждан. Вот у вас стоит пассажир без маски. Как вы с такими пассажирами работаете, которых мы не должны обслуживать? Они же прекрасно знают об этом. Нет. Обязанность по неоказанию услуг указанным губернатором возлагается на вас. Заходят в масках, потом они их снимают. Потом снимают. Им нужно. Кондукторы уверяют, ситуацию контролировать. Пытаются, просят надевать средства защиты при оплате проезда. Но просьбу пассажиры выполняют неохотно. А сколько можно говорить, объяснять? Ну, высаживайте. Высаживайте. Ну, я не знаю, как у вас юрлицо есть. Принимайте какие-то меры. Меры принимать надо и работодателям. Нарушения начинаются уже с главного сидения в транспорте – водительского. Уважаемые пассажиры, кто торопится, можете выйти. На 7 минут отвлеку вашего шофера. Маска, по словам водителя, испортилась. Запасной не было, вот и не надел. Зато теперь придется раскошелиться не только на новое средство индивидуальной защиты, но и оплатить штраф. А он не маленький. Только для пассажиров-нарушителей он составляет от 15 тысяч рублей. Для юридических лиц – еще больше. Из четырех проверенных автобусов на сегодня один шофер был без маски гигиенической. В отношении его составлен протокол по части 2 статьи 6.3, который будет рассмотрен в суде и принято решение в отношении его. Ну, скорее всего, будет принято решение наказания. Только за лето этого года было составлено порядка 60 протоколов о нарушении санитарных правил по коронавирусной инфекции. Рейды планируют продолжать и осенью. Несмотря на то, что многие уже успели вакцинироваться, расслабляться не стоит. Риск подцепить инфекцию по-прежнему, особенно в сезон урви и гриппа, высокий. София Яценко, Андрей Печоркин. День с толком. В Алтайском крае цены на картошку бьют рекорды. Несмотря на то, что урожая в этом году собрали больше, чем в прошлом, стоимость молодого картофеля выросла в два раза. И ждать снижения цен не стоит. Нелегкое будущее предрекают и макаронному производству. Так, любимые рожки и бантики скоро могут стоить на 27-35% больше. Во-первых, за последний год подорожал сам процесс производства макарон. Упаковочный материал, пэт-пленка, короб и галеты, наконец, бензин выросли в цене в несколько раз. Но это полбеды. Рост цены диктует и за границей. Как поясняют переработчики, на нас сказывается неурожай пшеницы твердых сортов во всем мире. Ведь главный производитель макарон – Канада и США. Общий дефицит подстегивает компании скупать сырье дороже. В поисках пшеницы группы А иностранные производители пришли уже и к алтайским фермерам. Поэтому даже край-производитель может остаться без сырья. При том, что недавно Минсельхоз страны опубликовал информацию, что опасаться нечего. Дефицита в стране нет. А объема, о котором сейчас Минсельхоз говорит, это неправда. Они вчера сказали, что у нас якобы 740, они где-то почитали, 3000 тонн. Как они считали, я не знаю. Но вранье полное. Потому что, знаете, представляете, вы приходите домой, открываете холодильник. Он пустой. Это ваш дом, это ваш холодильник. А сосед по подъезду говорит, у вас холодильник полный. Мы говорим, переработчики, вы издеваетесь над нами? Вам написали письмо. Там подписали 7 компаний, которые 90% рынка по группе А держат в России. И вы нам говорите, что у вас холодильник полный. Мы говорим, первое, он пустой или почти пустой. Это раз. Во-вторых, это сентябрь месяц, только закончилась уборка. Ну, по крайней мере, да, это раз. И впереди целый год жизни, сентябрь, сентябрь. И уже цены запредельные. Собственно, поэтому крупные производители макарон обратились к правительству с предложениями, как предотвратить катастрофу. Анастасия Дороган общалась на эту тему с председателем Алтайского союза предпринимателей Юрием Фрицем. А еще он оценил, насколько сложно обстоят дела на продуктовом рынке и чего может стоить бездействие государства в этом вопросе. Юрий Александрович, под угрозой подорожания один из самых распространенных продуктов – это макароны. Официальная причина – это неурожай во всем мире. Но какие действия можем предпринять мы? В последнее время особенно жизнь показывает, что государство должно вмешиваться в процессы ценообразования, особенно на внутреннем рынке. Да, внешняя конъюнктура сегодня такова, что на ряд продуктов, на материалы, на энергоносители мировая цена взлетела и очень заметна. Но это не говорит, что на внутреннем рынке, для внутреннего потребления должны быть сопоставимые цены. Ну, мы должны понимать, что доходы нашего населения заметно отличаются от доходов в развитых странах. И покупательный спрос ограничен во многом, в большей степени, в большой степени ограничен. И, исходя из этого, равняться на мировые цены не совсем оправданно. Какая бы ни была мировая конъюнктура, она сегодня одна, завтра другая. Но внутреннее потребление, оно имеет свои пределы. И особенно вот такой вот резкий взлет цены на внешних рынках, он серьезным образом наносит удар по нашим производителям. Переработчикам зерна, мукомолам, производителям макаронных изделий. То есть продуктов, которые жизненно необходимы, в общем-то, ежедневно в нашем рационе, в рационе наших граждан. И изымая часть чрезмерной прибыли у производителей, в зависимости от конъюнктуры рынка, наверное, государство в определенной степени способно регулировать эти процессы. Ведь оно изымает и в том числе направляет эти ресурсы, так скажем, на наше благосостояние. Это строительство дорог, это заработная плата работников бюджетной сферы, социальная сфера, которая, в общем-то, лежит на плечах государства. И эти доходы, которые сформированы в внешней конъюнктуре, они должны, в общем-то, работать на население, на страну, а не на отдельных производителей. Да, меня, конечно, в этом вопросе многие сегодня будут кредиковать, потому что у нас не очень принято считать деньги в чужом кармане. Но факт остается фактом. То есть, если ситуация на внешних рынках вкладывается такова, что та или иная группа товаров имеет очень серьезную, высокую доходность, то, на мой взгляд, справедливо будет поделиться этой доходностью, но при этом сохранить и внутренний рынок потребления, и доступность продуктов для граждан нашей страны. Но вы еще один из тех людей, которые подписались под обращением в правительство. Вот какие меры вы предлагаете? В первую очередь мы предлагали, в общем-то, сделать регулируемую вывозную пошлину таможенную, то есть изымать часть стоимости товара в пользу государства, в пользу людей в том числе. Значит, мы считаем, что должно быть квотирование вывоза. Вот, понимаете, на сегодняшний день этот рынок не регулируется, а если производство ограничено, надо, в первую очередь, закрыть внутренние потребности, обеспечить внутренние потребности, и только потом вывозить излишки, а никак не наоборот. А у нас сегодня происходит, к сожалению, наоборот, в первую очередь, там, где выгодно, вывезли все, чем будем кормить страну. Вот, возможно, возможно, но это не совсем рыночные механизмы, но, тем не менее, в определенный период и прямая финансовая поддержка производителям. Она может в части компенсации каких-то выпадающих доходов, но я бы, в первую очередь, рассматривал доступность кредитных ресурсов. Ведь можно сегодня поддержать производителей беспроцентными кредитами на возвратной даже основе для модернизации производства, для закупа сырья, для какого-то переходного, что ли, или такого периода турбулентности. Мы считаем эти меры оправданными. Конечно, каждая из них требует обсуждения в серьезных, так скажем, инстанциях. Но даже каждая по отдельности позволит ситуацию каким-то образом сгладить. А в совокупности, на мой взгляд, они должны привести к позитивному результату. В частности, повторюсь, сбалансировать вопрос цены на такие жизненно важные продукты, как макароны, как подсолнечное масло. Сегодня мы видим высокую цену на подсолнечник, мы видим высокую цену на лен. Переработчики лена в Алтайском крае тоже испытывают огромнейший дискомфорт. То есть просто находятся на грани закрытия. Потеряв сегодня внутреннее производство, а это не исключено при такой конъюнктуре цены, мы завтра будем вынуждены, мы превратимся в страну экспортера, банальную, как в частности происходит по многому в области нефтепродуктов. Тем самым, а завтра будем вынуждены покупать продукцию переработки за рубежом. Все настолько плохо? Все достаточно сложно. То есть это же не просто там рост цены на 10, 15, 20 процентов. Это там двухкратный, а по отдельным позициям трехкратный рост стоимости сырья. И естественно, мы сегодня знаем, что переработчики макаронные производства, они затоварены продукцией, не могут ее реализовать, потому что нету платежеспособного спроса. Люди не способны по этим новым ценам приобретать такую продукцию. Оборотной стороной этой медали еще может, значит, что случится? Это исчезновение с рынка или, так скажем, сокращение доли качественных продуктов взамен определенными суррогатами. С тем же макаронами, то есть мы знаем, что их делают из других сортов пшеницы, в том числе можно делать ее из фуражной пшеницы, но это совсем другие изделия. И они имеют совершенно иную функциональную, так скажем, функционал для человека, и для потребителя. Поэтому, на наш взгляд, в общем-то, наши государственные мужики должны сделать все возможное, чтобы защитить внутренний рынок и переработчика, для того, чтобы доступность продуктов питания качественных осталась для потребителей. А пандемия как-то могла на это все повлиять? Повышенный спрос после? Возрастающий внешний спрос, взвичивая цену на мировых рынках. На мой взгляд, во многом эти процессы спекулятивны, обусловлены той системой координат, в которой существуем мы, как часть мировой экономики, как функционирует вся мировая экономика. Ну да, где-то кто-то на этом получает дополнительную мажу, дополнительный доход. И, повторюсь, государство должно за этим следить. А вот мы, конечные потребители, можем мы своими действиями как-то помочь в регулировании ситуации? Ну, например, не скупать гречку мешками? Наверное, все-таки история скупать гречку мешками ушла, наверное, все-таки в прошлое. Большинство этим не занимается. И дефицит в продуктах питания нет. Есть как раз у продавцов проблема со сбытом. То есть, в этом проблема. Но мы опосредованно и так влияем. То есть, мы сегодня видим снижение среднего чека, мы видим снижение потребления, уход в эконом-сектор. Потребление в эконом-сектор не самых качественных, может быть, продуктов, с какими-то там уже, так скажем, добавками и всем прочим. И мы влияем на эту ситуацию. Но хорошо ли это, на мой взгляд, это крайне плохо. Ну, а тем временем в Госдуму внесли законопроект о губернаторах. Так вот, в ближайшем будущем их может не стать. Документ предполагает называть их только главами регионов, делает попытку ввести показатели их эффективности, а еще продлевать срок. Чтобы вы понимали, проект сырой, его, конечно, будут прорабатывать. Однако, реакция уже есть. Анастасия Дороган спросила местных экспертов, что они думают об этом проекте. Там есть разумные, как бы, зерна. Ну, наверное, разумные в том, что, ну, какие губернаторы, если нет губерний. Александр Суриков губернатором не был. В свои два срока, с 96 по 2004, говорит, именовался главой региона. А вот современным губернаторам, возможно, скоро придется переучиваться. Госдума нового созыва начнет свою работу с законопроекта о руководителях субъектов. Смена названия, по мнению экспертов, просто унификация. И продолжение развития публичной власти, предусмотренное поправками Конституции. Губернаторов заставляют работать, да, но при этом становится более четкое понимание. Ведь губернатор, это же тоже сейчас доставим, как бы, там, кто-то же шутит, да, из серии расстрельной одолженности. Шаг влево, шаг вправо, никуда не прыгнешь. Ну, и это правильно. Все-таки любая система становится эффективной там, где есть точные, понятные алгоритмы, с одной стороны, да, и задачи, ставящиеся перед системой, с другой стороны. С этим законом губернатор должен стать чуточку ближе офисным работникам. Для глав регионов прописывают КПА и показатели эффективности. В нем как вполне осязаемые графы, объем инвестиций или развитие промсектора, так и максимально общие понятия, вплоть до продолжительности жизни. Меры ответственности будут, пока градация следующая. Предупреждение, выговор, временное отстранение или отрешение должности президентом. Ему собираются дать такое право. Если бы они его назначали, то они оценили, да, плохо. Они его сняли, все понятно. А то чиновники оценили, что он вроде неэффективный, и избранного человека без юридических обоснований просто снимают. А эффективность-то оценивается не чиновниками, а народами. С другой стороны, законопроект предполагает обнулить действующие сроки губернаторов, чтобы позволить избираться более чем на два срока. Этот закон не предусматривает сам наличие ограничений сроков для высшего должностного лица региона. То есть каждый регион имеет право решить, вводит ли он эти ограничения соответствующим уставам и законам или не вводит. А во-вторых, а что здесь такого предусмотрительного, что сроки, в общем-то, снимаются, связаны с ограничением. Есть высокопрофессиональные главы регионов, которые работали у нас в стране на протяжении нескольких десятков лет. У губернаторских компаний непонятно на что похожи. Это не совсем выборы. То есть президент назначает, муниципальные педагоги отсекаются, что-то, вот, электоральные процедуры проводят, и получаем губернатора, как бы, да. Лишняя трата сил, времени, но непонятно, к чему это сводить. Потому что назначения тоже проходили, тоже, ну, вот, как бы, тоже там критики было много. Когда мы рассуждаем о проблеме, которая на есть на самом деле, возможность прихода в ходе выборов в регионы тех людей, которые, ну, не отвечают необходимым профессиональным личным качествам, не справляются. Вот у президента есть возможность повлиять. Если он в установленном порядке с законом находит эти нарушения, он есть возможность отрешить от должности это лицо. Но есть и еще одно мнение по этому вопросу. Продлевать, потому что руководить некому. По словам экспертов, в стране управленческий дефицит и обнуление – одно из решений. Согласно с этим не все. У нас хватает людей с достаточным опытом работы, с достаточным знанием территории и так далее. Не хватает, видимо, абсолютной уверенности в его, уверенности в его абсолютной лояльности вертикали. Преданные или как? Ну, преданные – это хорошее слово. Абсолютно все время облизывающие власть, вышестоящие. И это не очень хорошо. Руководитель территории должен иметь и собственную точку зрения на развитие территории. Не всегда все из Москвы видать. И все же специалисты уверены, что новые нормы, если они будут приняты, смогут применять индивидуально. Например, для Кавказа, где прямые выборы могут быть чреваты борьбой за власть. Большинство положений документа должно вступить в силу с июня следующего года. Алтайского края не коснутся меньше всего, ведь у Виктора Томенко еще не подошел к концу первый срок. Но скоро мы узнаем, по каким правилам будут работать первые лица субъектов. Анастасия Дороган, Александр Антропов, Дмитрий Денисов. День с толком. В столице России, Москве, продолжается конкурс «Учитель года-2021». Уже определились 15 лауреатов. К сожалению, представитель Алтайского края Софья Кендикова, учитель математики Барнаузского лицея номер 3, в их число не попала. Но она продолжает следить за очередными этапами конкурса, ведь победителя объявят только 10 октября. Накануне мне удалось пообщаться с Софьей и ее наставником Аллой Абросимовой. Поговорили о том, важно ли участвовать в подобных конкурсах, даже если победа достается другим, и почему сильные педагоги Алтайского края ни разу не побеждали на конкурсе. Очень важно и полезно увидеть других педагогов, познакомиться с их опытом и использовать это в своей работе. Но самое важное для меня, то, что подарил мне конкурс, это люди. Люди, которые повстречались мне на пути. И я понимаю, что ради этого знакомства стоило весь этот год напряженно работать. Всех, кто переживает за наших педагогов, всегда волнует один вопрос. Почему же наши замечательные учителя очень редко выходят в число пятнашки, пятерку, никогда не становились победителями этого конкурса? Одним из важных моментов, на мой взгляд, является то, что у наших педагогов очень небольшой опыт публичности. Очень редко наши педагоги выезжают за границы нашего региона для того, чтобы общаться со своими коллегами нашей большой страны, которые тоже имеют великолепный опыт, интересные идеи, интересные традиции. Мне бы очень хотелось, чтобы следующее поколение наших конкурсантов имели такую возможность. Тему «Школьную продолжу» президент поручил сократить число контрольных работ. Эксперты уже давно говорят, что проверочных стало слишком много. Якобы школьники только и делают, что постоянно пишут, самостоятельные и контрольные. Мы побывали в обычной барнаульской школе, чтобы услышать все стороны и учителей, и родителей, и самих учащихся. Достаем двойные листочки. Эту фразу, наверное, помнит каждый. Сегодня многие родители считают, что современные школьники слышат ее слишком часто. На днях даже Владимир Путин поручил сократить количество контрольных работ в школах. По мнению экспертов, это избавит детей от стресса и массового списывания. Сейчас больше, сейчас они чаще. Для ребенка это стресс. И они даже, бывает, не понимают, что они писали. Лучше бы это была контрольная раз в неделю, но она была бы затронута больше тем, или она была бы большая, чем их много маленьких. В неделю у нас проводится от одной до максимум трех, скорее всего, контрольных работ. В основном у нас весь пройденный материал. Он закрепляется на уроках, и сразу проводятся какие-то проверочные работы. И, в принципе, контрольных работ у нас не так много. Мнения расходятся, но для педагогов контрольная работа – это возможность понять, усвоен ли материал, у кого какие пробелы в знаниях. При этом в Барнаульской школе номер 53 нам пояснили, что учитель не устраивает проверочные по настроению. Контрольные работы не проводятся учителем хаотично. Все контрольные работы включены в рабочую программу по предметам, которая составляется, безусловно, учителя. Но эта рабочая программа учителя-предметника, она разрабатывается на основе примерной программы, которая рекомендована Министерством просвещения Российской Федерации. И тут же нам объяснили. Проведение контрольных работ регулируется санитарными нормами. Например, не больше одной контрольной в неделю по каждому предмету. Даже указаны специальные часы, когда лучше всего проводить срез знаний. Это второй, третий или четвертый урок. Отступать от этих требований школы не могут. При этом часто и дети, и родители путают самостоятельные работы с контрольными. Допустим, я так делаю. У нас сегодня самостоятельная работа, но с возможностью задавать вопросы. То есть ребенок сразу, возник у него вопрос предсамостоятельный в работе, и он этот вопрос может решить сразу. Потому что если мы будем сообща все время делать что-то, ребенок, у него нет самостоятельности. Самостоятельная работа, она приучает его к этой самостоятельности и возможности самому в это окунуться, самому попробовать что-то делать. Нужно, чтобы у детей была заинтересованность, самоконтроль, и эти работы, они необходимы нам, чтобы нам контролировать, видеть пробелы, какие у детей. К сожалению, сейчас у молодого поколения кратковременная память, и тесты нужны для того, чтобы запомнить даты и терминологию. А без этого нам никак не сдать экзамен. Тем временем Рособранадзор и Министерство просвещения должны в ближайшее время подготовить план по сокращению контрольных. Президент ждет доклад к июлю следующего года. Ирина Корчегина, Андрей Печеркин. День с толком. Сдай книгу «Спаси жизнь ребенку». В Краевой столице продолжается акция по сбору макулатуры в поддержку маленькой Маруси Яценко. Все вырученные средства от сдачи бумаги идут на лечение девочки. Требуется почти 170 миллионов рублей, а времени, чтобы помочь ей победить редкое генетическое заболевание, остается совсем мало. Подробности в репортаже Валентины Аскеровой. Она не могла даже ногу передвигать. Сейчас она уже уверенный такой шаковый рефлекс. Еще год назад маленькая Маруся не то что ходить, сидеть не могла. Из-за редкого генетического заболевания мышцы девочки слабели с каждым днем. Ей срочно требовалось лекарство спинраза. Семья его добилась от Краевого Минздрава по суду. Поставили 6 доз. Результат налицо. Однако препарат пожизненный. Будет ли долгосрочное финансирование, никто не знает. Вся надежда на самый дорогостоящий укол в мире. Швейцарский препарат Золгинсма. Еще даже половина не собрано. Да, у нас сейчас 38 миллионов 600, не помню, 20 чем-то тысяч собрано. И еще, в общем-то, огромная сумма. К сбору средств на лекарство, которые в прямом смысле поставят Маруся на ноги, подключились все неравнодушные. Помогают благотворительные фонды, люди, присоединились и волонтеры. Запустили акцию по сбору макулатуры. Это общеизвестная мировая практика, которая дает шанс на вторую жизнь. И бумажному листу, и людям, говорят добровольцы. Все вырученные средства, пусть и небольшие, направляют на лечение нуждающихся. Начали мы с конца февраля. За этот период нами было собрано 13 тонн. Но летом у нас не активно шло, потому что люди, скорее всего, разъехались. Вот сейчас, на данный момент, за два дня мы собрали тонну. За все время мы собрали 150 тысяч. Сдать макулатуру может любой желающий, принимая все от книг до обычного картона. Помочь можно и любой суммой. Чтобы закрыть сбор, требуется больше 100 миллионов рублей. Средства нужны в рекордно короткие сроки. Ведь вес Маруси уже составляет 13 килограммов 300 граммов. Еще 200 граммов и даже самое дорогостоящее лекарство в мире может оказаться бессильным в борьбе с тяжелейшим недугом. Сейчас она очень хочет ходить. Она знает, что маленькая она ходила, она могла ходить. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Встать сегодня с дивана и прогуляться с пользой для здоровья предлагает барнаульцам и не только им лыжница Ольга Сементина. Сама она уже не первый год занимается пропагандой ходьбы, в том числе скандинавской. К тому же 2 октября в России официальный праздник – День ходьбы. Если вы думаете, что я прямо сейчас просто иду и говорю вам какие-то слова, то вы, к сожалению, ошибаетесь. Прямо сейчас я занимаюсь физической культурой. Да, ходьба – это самый доступный вид физической нагрузки. Если вы выйдете на пару остановок пораньше и пройдетесь пешком или дойдете до магазина, не используя автомобиль, вы уже практически спортсмен. Да, ходьба – это хорошая физическая нагрузка. К примеру, экс-участница Олимпийских игр по лыжным гонкам Ольга Сементина ежедневно выходит в лес и просто там гуляет. Иногда и пару часов наслаждается свежим воздухом. Для большей полезности использует такой вид ходьбы, как скандинавская. Ольга даже проводит тренировки в парке для всех желающих. На самом деле я бы рекомендовала, в принципе, очень многим им заниматься, особенно тем, кто только начинает. То есть у кого низкий уровень тренированности, либо большой вес палочки, нам добавляют дополнительные группы мышц мы включаем. Естественно, это и калории больше тратим, и физическую нагрузку, кислородный мен больше. В общем, одни плюсы. Есть еще и другие плюсы скандинавской ходьбы. Как нам рассказала главный врач Центра общественного здоровья Татьяна Репкина, заниматься скандинавской ходьбой может любой желающий, вне зависимости от возраста и состояния здоровья. Низкая физическая активность, гиподинамия относится к одному из важных факторов риска, который вызывает ранние сердечно-сосудистые заболевания, увеличивает количество пациентов с избыточным весом и ожирением. Простыми словами, скандинавская ходьба – это минимальная, но такая важная нагрузка для организма. И если вы ею заинтересовались, то смотрите краткий курс обучения скандинавской ходьбе. Палочки нужны для скандинавской ходьбы, нужно палочки выбрать высотой, вот чтобы прямой угол был. По технике самое главное, чтобы нам включить трицепс, нам нужно руку в локтевом суставе обязательно разогнуть. То есть большая ошибка, всегда все идут, просто руку выдвигают и вот такое движение, либо локоть назад уводят. А что касается ног, это нужно закончить в конце движения, то есть как бы выдавить, ну выдавить, то есть выпрямить ногу до конца. При обычной ходьбе мы этого не делаем, просто она такая у нас согнутая в конце остается. При скандинавской ходьбе выдавливаем, тогда у нас ягодичная задняя поверхность бедра и икроножная все подключается. Так что самый простой способ поддерживать свое здоровье, просто ходить, используя разные техники. Кстати, впервые день ходьбы в стране отметили в 2015 году. Тогда был целый спортивный марафон. Эстафетную палочку друг другу передавали 11 городов в течение 11 часов. К сожалению, массовых мероприятий по случаю праздника в этом году не запланировано, но ведь каждый может одеться по-спортивному, взять палки в руки и отправиться в лес отмечать день ходьбы. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Так что давайте проведем день по-спортивному. А у меня на этом все. Звоните к нам в редакцию по телефону 205-545. Предлагайте свои темы и делитесь проблемами. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании Валар. До встречи. Продолжение следует...